Ну вот, погладили рубашку, можно, как говорится, и побаловать себя чем-нибудь. Я не знаю, ну, например, чем можно побаловать себя. А вот впереди выходные, можно, не знаю, командой сходить в какое-нибудь интересное место, где можно также что-то делать командой, например, на квест. Команду «Утро» — прекрасный вариант для того, чтобы провести свои выходные не только в группе, но и даже просто вдвоем, например, со своей второй половиной. Но об этом мы поговорим с нашими гостями, экспертами в этой области. Анна и Павел Невский — руководители сети антиквестов. Доброе утро! Давайте для начала разберемся. Слово «квест» известно, ну, каждый хотя бы раз слышал, а «антиквест» — что это такое? Расскажем, что такое формат антиквеста и квеста. Квест, все мы знаем, это нужно разгадывать загадки, выходить из комнаты, находить ключи. А антиквест — это формат, когда ничего этого нет. Нет замков, нет загадок. Есть только ваша команда, которая как бы... Ну, там, скажем, смотрите, принципиальная разница в чем. Если в квесте надо что-то непосредственно сделать, чтобы куда-то пройти, то в антиквесте, ну, как бы все свободно. То есть все проходит в режиме реального времени, это просто, будем так говорить, экшн-игра. Ну, то есть вот экшн-игра, антиквест — это как раз вот такая вещь, где... Это такой формат тимбилдинга. Да, где не нужно выполнять какие-то задания, где нужно просто играть. Вот и все. А, получать удовольствие, соответственно. Да, получать удовольствие от времени. Сейчас вспомнился фильм «Клаустрофобы». Ну, у вас все безопасно, да? А, ну, конечно. Вот еще интересно, когда все-таки создаешь квест, потому что, ну, вы же из этой сферы деятельности, вы наверняка знаете, вот с чего нужно начать. Или антиквест, давайте так. Ну, наверное, нужно начать с идеи, то есть... И с желанием делать это. Да, желание что-то воплотить. Наверное, каждый, кто создает квест, хочет сделать что-то новое, интересное, как-то привнести в эту сферу. А трудно сейчас что-то новое придумать? Да, конечно. Потому что квест — это уже далеко не... Эта сфера развивается уже, там, седьмой год примерно в России. Причем она развивается настолько быстро, что просто не успеваешь следить за этими тенденциями. Что иногда думаешь, что ты придумал что-то крутое, но это уже есть. Да, поэтому это непросто. С идеей. А потом начинаешь воплощать эту идею, и там шаг за шагом продумываешь, что будет интересно, что уже надоело. Быстро им не нужно. Какие, не знаю, существуют ли какие-то разновидности квестов? Что пользуется популярностью? Да, вот вы сказали про тренды. Что сейчас вот прям вот... Вы знаете, сказать, что какой-то конкретный там направленности в квестах... Нет, они разные есть. Есть детские направленности, да, они всегда актуальны, потому что дети очень любят что-то такое. Родители детей любят, что это в режиме реального времени, а не в компьютере, да, то есть это круто. Это можно поиграть. Ну да, все лучше, чем за компьютером сидеть целыми днями. Да, конечно. Да, да, конечно. Есть, ну, для взрослых, есть хорроры, то есть это там, где тебя напугают, очень сильно напугают. Есть антиквесты, где, ну, так скажем, можно просто поиграть, получить удовольствие. Нету, скажем так, чего-то лидирующего. Это все в совокупности, да, но в каждой своей сфере есть какие-то прогрессивные моменты. А вот интересно, ростовчане, как они относятся к квестам? Любят ли у нас в городе принимать участие в антиквестах, в квестах? Да, вы знаете, ростовцы, ростовчане обожают играть, причем они порой приходят на одну и ту же игру, на один и тот же квест несколько раз. Просто потому что какой-то квест они не могут пройти сразу, в какой-то квест просто интересно идти, 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 еще раз идти. Так же и в антиквесты. В антиквесте большая реиграбельность, потому что, ну, то есть, скажем... Потому что нет определенного сценария. Да, то есть все время разные сценарии по-разному получаются. Ростовчане, вы знаете, я бы хотел отметить, что, скажем так, оставляют одни из самых лучших отзывов. Серьезно? Да, обратная связь от Ростова-на-Дону. Очень теплые люди в Ростове. Здорово всегда слушать обратную связь. Ведущих. Слушайте, вот вы когда рассказываете, вы так интересно, ну, по очереди это делаете, работаете в тандеме. Вы наверняка и квесты придумываете, вот тоже так. Как это происходит? Как вы взаимодействуете? Это, естественно, изначально мы начинали все это делать вместе. Когда мы начинали, мы, в принципе, работали везде самостоятельно. У нас не было даже сотрудников. Мы все делали сами. И актерами же были? Да, приходилось. В том числе, да? Да, в том числе. Да, наверное, скажем, работа тоже происходит в тандеме, если отвечая на ваш вопрос, потому что здесь как-то каждый привносит что-то свое, что-то интересное, все это обсуждаются. У меня вопрос. Ну, вот если говорить о таких, ну, наверное, не детских квестах, а вот вы говорили, да, взрослые. Хоррор. Хоррор. Такое, что такое, знаете, что... Да, мистическое. Мистическое, что, как говорится, адреналин повысит в крови. Да, конечно, при этом это и делается. Не знаю, перед этим люди что-то подписывают, что если с ними что-то случится... Есть. Потому что вы же не знаете, кто придет. Если взрослые, хорроры проводятся для взрослых. Код 18, да? Ну, грубо говоря, стараемся, конечно, так сделать, да. Так, в принципе, правильно делать, когда человек уже сам за себя отвечает. Если он идет туда и хочет этого, то это... Ну, значит, он так хочет. Ну, скажем так, в основном нет. Потому что взрослые люди, там ничего с ними произойти не может плохого, да? Или там какие-то травмы получить, нет. Это просто эмоции. Но люди готовы к этим эмоциям. Они хотят их сами, да. С детьми там все посложнее. Там иногда приходится сопровождение родителей. Даже не на страшных версиях. Но если мы говорим про хорроры, то взрослые люди сами за себя несут ответственность в этом плане. В плане эмоциональном таком. А ничего с ними не произойдет, все безопасно. Вы знаете, Павел, есть такие люди, которые на ровном месте, вот это, здравствуйте, могут упасть и повредить себе что-нибудь. Поэтому все-таки интересно, какие такие курьезные или экстремальные, возможно, случаи можете вспомнить из практики. Давай я расскажу про снесенную стену. Расскажи. Давайте. Так, давайте, Павел. Это был взрослый, скажем так, взрослые ребята пришли поиграть. Сценарий такой для взрослых. Не хоррор, но мистический. Там так много пугали. Слово сказать, вставочка. Тогда вот ровно в тот случай мы сами и вели, и были актерами на том квесте. Самые такие классные воспоминания, как раз, когда еще сами трудились. И вот в тот самый момент, когда взрослого мужика такого здорового напугали, как бы причем не сильно напугали, ну, просто какой-то спецэффект, да, и он начинает просто сломя голову бежать к выходу. Так, он-то интуитивно, это было в начале игры, он понимал, где выход, и просто у него на пути две там стенки из ДСП. Это не в темноте проходят? В темноте. В темноте. Да, да, в темноте. Я потому и сказал, что интуитивно он понимал, что где-то там выход. И он сносит эти две стенки, прямо они срываются с выкреплений, и он выбегает туда, не заметив даже этого, и просто говорит, да что это, что это, давайте там останавливать. Мы были, ну, скажем, очень удивлены, когда потом включили свет и увидели, что там просто двух стен нет, они лежат. Судя по вашим эмоциям таким теплым, вы не очень отреагировали. Это классно, это очень круто. Это просто адреналин, это нравилось, на самом деле ему тоже понравилось этому человеку. Особый формат, особенно это дети. Дети, конечно, это другие эмоции дают. Если у взрослых, у них главный адреналин, у детей тоже адреналин, но он свой. Так, например, дети, когда играют в какой-то квест или антиквест, где темно, они полная темнота, они заходят в темноту и начинают говорить, я не понимаю, у меня глаза открыты или закрыты. Это так и есть. Ну да, теряешься. Но люди же взрослые, которые приходят на такие хоррор-квесты вот за адреналином, они для чего? Это просто какое-то высвобождение накопленной энергии? То есть чтобы вот как будто что-то сбросить с себя? Ну, знаете, вот люди для чего ищут адреналин, да? Потому что, ну, если бы, допустим, рутинная работа, может быть, и какие-то моменты, когда вот обыденность. И немножко вот выйти из этой обыденности, во-первых, почувствовать себя, может быть, ребенком в какой-то степени, зайти в темнющий там лабиринт, где вообще ничего не видно, и поиграть с друзьями, это другие эмоции. Они вот правда классные. И адреналин, конечно, ну, неотъемлемая часть жизни, я считаю. То есть многие там пытаются его найти, прыгнуть с парашюта. Я бы сказала, что кто-то идет освободить свою энергию, а кто-то, наоборот, идет зарядиться этой энергией. Да, да. Друг друга люди там как раз в игре и заряжают. Друзья, давайте заряжаться только самыми положительными, позитивными эмоциями и энергией, а в этом нам помогут такие прекрасные места, как квест-антиквест-комнаты. И в этом нас убедили специалисты Анна и Павел Невский, руководители сети антиквестов. Желаем вам экстремального, в хорошем смысле дня, хороших эмоций. Да, ну а мы продолжаем. Мы предлагаем прямо сейчас зарядиться энергией от наших юных коллег, юных журналистов из продюсерского центра «Игра в объективе», которые в очередной раз сняли интереснейший сюжет. Давайте посмотрим.